всем привет сегодня у нас 15 марта хотел бы я сегодня поднять вопрос по нашему скромному событию очередному это метап москве 23.03 раскидываем его на два дня в принципе у нас уже два опыта было я считаю они были не сверхуспешные не сверхнеуспешные просто такие пробные шаржи не более того вот первый раз мы собирались именно узким коллективом просто вопросы-ответы было был я еще несколько ребят которые отвечали на вопросы мне в принципе я сам подчеркнул какие-то вещи партнер трейд нам хорошо много всяких вещей рассказал хотя планировался разговор именно как доставлять грузы с россии в америку но сам вопрос не раскрыли но мы очень много подняли таких тем которые вот нельзя спланировать вот так стать меня хорошо слышно а вот и фейсбуке не слышно фейсбуке не слышно это не порядок а я звук поставил часик он на секунду 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 раз-два-три раз-два-три так звук еще раз проверим встроенный микрофон раз-раз-раз-раз все слышно пишет плюсики есть вот второй раз мы собрались это после первого раза кстати я просто на смотрел а принципе нормально ничего мы и познакомились как бы ребята представились я никак в жизни таких вещей не проводил сам на них никак жизнь не участвовал не онлайн и оффлайн никогда в жизни где не учился институт школа все все мои обучение и двор вот по ходу пьесы как бы получилось так что люди представились мне там были друзья которые занимаются там ppc настройкой все дела работы там в одной команд в одной одной командой там в одном месте ребята представились они стали работать у другого моего там знакомого подружились тоже вот и получается то есть вот этот взаимообмен я понял что чего не хватает но мне кажется чего не хватает это первую очередь личного общения и вот этого коннекта то есть просто люди раз нашли работу в своем городе и сконнектились и создали хорошую команду не где-то там что-то как-то набрались опыта то есть люди знакомясь организовываются делают общий бизнес и так далее есть конечно всякие нас негодяи которые занимаются не знаю чем и думают это как-то ну жизнь окажет просто я считаю но основная масса нормальных людей адекватных кто-то новички кто-то старички кто-то раз там какой-то подснежник вылазит я там 10 лет на амазоне кто-то там не там 300 тысяч оборот я там вот этим занимаюсь то есть просто интересно вот эти вот или элементарные вещи хотелось бы конечно да карту посадить друг другом там еще чтобы познакомились на визитками обменялись кто-то юрист кто у кого-то родственников за границей полно кто-то американ там английский знает кто-то фотограф крутой в москве там или где они живут где собираются вот эти маленькие встречи именно весь для меня был подход это именно знакомства знакомства еще раз знакомства я не знаю что рассказывать особенно да мы его как формат делаем примерно один раз там два раза в месяц ну смысле на один раз в один-два месяца вот потому что информация как отменяется она накапливается вот сейчас есть о чем рассказать меня например забанили вот то есть может быть расскажу может разбанят может не разбанят может быть мне надо будет вывести расскажу свой опыт то есть обменимся опытом я не собираюсь подготавливаться может кто-то ждет например что мы привезем компьютер я возьму powerpoint и начну вам там сидеть и долбить а там вот посмотрите на слайд я против этого все презентации которые я видел все платные презентации для меня или они абсолютно полное дерьмо трэш просто супер спорная информация супер спорной за которую деньги взяли или она нейтральная ну никакая то есть я давно не почерпнул ни из одного такого именно интенсива такого короткий срок из-за этого я считаю общение гораздо для меня лично полезно сколько раз я со многими разговаривал и сам лично поучаствовал форумах самое ценное кулуарно все так говорят зачем тогда делать вот это вот помпезность зачем сажать мучить людей на сцене которые там час там полтора там потеют рассказывать чаще все банальные вещи потому что блин ну невозможно прописи рассказать даже за два за три часа но невозможно и и ки ки и люди люди которые себя в зале они абсолютно разные абсолютно разные там есть ребята которые начали пеписи а есть ребята которые уже ну там собаку съели и как с ними то есть их никак из-за этого коты на селе там в дистирон разговариваем про пеписи те которые не знает ничего они сидят слушать те которые знают много чего просто обменивается опытом вот это круто Вот, и весь смысл вот этих всех сборищ, сборищ, которые мы вот эти делаем, вот форматы просто тестим, то есть вот сделали в ресторане там, да, много шероховаться, и было там, у нас там даже, там я не знаю, сколько там у нас там, 20 с лишним тысяч убытков было, там скинули, закрыли эти деньги. Вот, но надо с счетом начинать, в любом случае, я это понимаю, и пытаемся как бы потратить свое время, нетрудно на самом деле, вот, деньги мы собираем только, и еще была идея очень важная на самом деле, чтобы людей, которые приезжают и дают информацию, чтобы вот эти деньги мы собираем как раз, чтобы их привезти, потому что я вот сколько в форумах что-то слышу, что-то никто денег не платит за дорогу хотя бы, то есть надо человеку, у которого он спикер, ему еще выступить, в нормальных, где я работал, где мы занимались, людям платят за это вообще, то есть они приезжают им, там, я не знаю, там, и оплачивают хотя бы дорогу, не знаю, там, платят там за выступление, чем круче спикер, тем, соответственно, больше платят, но это, тогда будет уровень мероприятий серьезный, человек будет серьезно к этому относиться, когда бесплатно просто человек приехал, ясно дело, зачем ему там потеть вообще, что ему там надрываться, мы деньги этим не делаем, ну, хотя бы дорогу, то есть я, соответственно, я не могу много людей пригласить, потому что мы собираем по тысяче рублей, ну, что, это 15 долларов, вот, то есть для того, чтобы просто вот Канин некоторые вопросы задает, а куда идти, да они уходят просто, аренда зала стоит денег, я имею в виду, людей, чтобы приехал человек, то есть мы вот приглашаем там, есть кто себя отрекламирует, там, они, естественно, сами приедут, там, сделают, а так вот, ребят, которых, кому задавать вопрос, в этот раз вот я Дениса Улимчика позвал, в следующий раз другого человека позову, вот, вот для того, чтобы именно приходили люди, которые давали информацию, но в любом случае это не самоцель, самоцель одна, это собрать вот это вот какое-то количество людей, которые вот там раз в месяц, там, раз там в два месяца, мы собирались просто обменять информацией, люди растут, у меня куча моих учеников, с которыми я общий бизнес завел, вот сейчас только что мне вот мой ученик там, с одним у нас общий бизнес, с которым мы вперлись, а другой, с которым мы вот только запускаем бизнес, там созванивались там с юристами и как раз переводили, он в Америке живет. То есть это настолько вот такая интеграция плотная, ё-моё, какие там аккаунты, какие там товары, ё-моё, секреты, ё-моё. Тут вообще просто работа текущая идет. Вот, по-другому никак, ё-моё, ну я не знаю, все знать невозможно просто. У каждого есть своя. Расскажи, что ты хотела рассказать. Ну, я хотела рассказать про сам формат, то есть то, что встреча будет проходить два дня. Потому что есть отзывы кому-то понравилось в кафе, кому-то в анти-кафе понравилось. Мы в этот раз решили сделать два дня. 23-го будет сбор в анти-кафе. Это... Не знаю, как объяснить, но не конференц-зал. Не конференц-зал, по большому счету. Небольшая идея. Чай, печенье, алкоголя там нет. Ань, я тебя не слышу. Я тут. Слышно? Ну, да, что ты пропадаешь. Да, связь немножко не очень хорошая. Вот, короче, два дня, два дня. Один день для одних, другой для других. Никакой обязаловки нету приходить или туда, или сюда. Вот. То есть, в любом случае, сани, состыковывайтесь. Я не вижу никакого смысла прилетать на один день ради этого. То есть, тут самолеты падают, там всякая движуха нездоровая. Нездоровая. Но, в любом случае, деваться некуда, жизнь идет. Эти, как ее называется. Два дня мы сделали именно из-за того, чтобы больше пообщаться. Потому что, реально, два раза я там был. Что с антикафе мы в три часа ночи ушли. Что с ресторана нас выгоняли. Просто выгоняли последних, там, в три часа ночи. То есть, нам просто не хватает времени. Реально выговориться, пообщаться. Я вижу дефицит. Многие люди очень жаль. А, когда на один день мы планировали, они просто уезжали. То есть, они там 8-9, у них там поезда, самолеты, пароходы. Вот. То есть, чуть-чуть не состыковки. Вот эти вот вещи. Потому что, все равно будут опаздывать. Все равно будут какие-то накладки. Организаторов у нас особо нет. Никого. То есть, мы сами. Самоорганизующаяся организация, так скажем. И замечательно, если она будет сама собой жить. Там, Аня сейчас живет в Москве. И без меня все это будет организовывать. Я просто пытаюсь помочь. У меня там Саша пытался это сделать. Другие ребята, наверное, пытаются. Вот. То есть, пытаемся сделать именно вот это вот сообщество. То есть, там, я не знаю. Если будете сами собираться, не надо никаких денег там никому. То есть, здесь в никаких деньгах разговор нет. Здесь разговор об одном. Исключительно обмен информацией. Я буду только рад, если кто-то в зале, с кем мы будем встречаться, будет также рассказывать и давать нам что-то. Я для этого еду. Зарядиться раз. И второй обмен информацией. Ну, потому что постоянно что-то новое вылазит. Я не знаю, там, с неверифаем, с банами, там. Амазон-то меняет, он. Алена сегодня, он писала, что там всех банить будут. Ну, всегда банили, в принципе, февраль, февраль месяц. Вот. Сейчас информация, что март-апрель. Откуда эта информация? Вот это все интересно. Но это не для вот всех, там, сели, там, мы, там, 50-ром, грубо говоря, там, обсудили, там. Понятно, что, там, приводите, там, друзей, кому эта тема интересна. Мы, в любом случае, всем, я всегда открыт. Мой скайп есть, каждый мне может позвонить. Вот. Так что, я сейчас специально, так скажем, лайвы стал меньше, как бы, сам. То есть, если у меня есть гости, я, как бы, их провожу. Если нет гостей, чтобы просто было о чем поговорить. Потому что я практически, ну, нет секретов, там, ничего. Можно, конечно, жевать, там, как лисинги писать. Двадцать девять раз тайтлы повторяют, там, ключевое слово. Если у ключа, там, сто двадцать девять тысяч запросов. Сколько надо раздать, там, вихрь два. Сколько надо ключей раздать. Ну, это просто, как человек, хотя бы, там, я не знаю, годик этим позанимается, он уже поймет, что эти тупые вопросы задают бессмысленно. Их никто не знает. А кто делает вид, что на них делает ответы, там, неделю они там думают раздать. Все воронье. Я любой товар проамолизирую за час. Любой. Вообще, вообще любой товар. За час при вас онлайн, я-мое, там делать нечего. Не надо неделями их анализировать. Там анализа никакого нет. Там эти тайтлы на первой странице, посмотрите, вам весь анализ, я-мое. То есть, если так вот, это час смысла, это вообще супер подойти к этому вопросу. А все остальное, это, все это больше для того, чтобы ценник нагнать. Вот, из-за этого я еще раз говорю. Говорить особо там нечего. Профессионалам, которые уже там торгуют не первый год, Вот, практически все ушли вообще с сообщений. Все ушли давно, уже в продажу ушли. Кто-то ушел в продажи, кто-то все-таки их перетянуло сферу услуг. Там, я не знаю, то есть, они специалисты сферы услуг. Они пришли, поторговали. Торговать на самом деле тяжело. Торговать надо призванием. Как учить, торговать, лечить, спасать. Это призвание должно быть. Вот, есть у кого призвание там учить, есть у кого призвание там торговать. Вот, из-за этого все разбежались. Кто-то профессионально стал услуги делать уже на серьезном уровне, там, серьезными инвестициями. Кто-то стал профессионально торговать. Ну, хотя бы, ну, реально, 100-200 тысяч оборот, как делать нечего. А 200 тысяч, при даже, при плохой на оценке в 100%, это там, сколько у нас там? Это 30%, это, е-мое, 70 тысяч зелени, е-мое. Просто вот, представьте, в месяц, да, да, желанно, 30 тысяч зелени. Чистоганно. 200 тысяч, один человек, как делать нечего, может спокойно отработать. Оборот. На привате. Я не говорю про другие. Это надо у ребят, у других спрашивать, они лучше в этом разбирать. Я в этом не разбираюсь. Вот, и не хочу там скандалить кого-то, там, что-то про кого-то говорить, кто что обещает. Я говорю про приват. В привате это, в привате есть много нюансов, это опыт. Опыт, он просто, вот, ты смотришь, человек спрашивает, а почему так, а не иначе? Ну, потому что вот знаешь. Потому что уже много, 10 раз таких запускали, он не зашел по каким-либо причинам. Вот, так что, если есть вопросы по встречам, по всем моментам, можете там Кане. Если есть сейчас вопросы, задавайте, мы с удовольствием ответим. Вот, я понимаю, что многие приехать не могут. Естественно, это нормально. И многие приезжают там иногда. Я вот в этот раз думал, Рубик приедет, познакомлюсь наконец-то. У него на неделю там не получается у него. Ну, не получается в следующий раз. Может, там, через месяц, через два. Просто на следующий месяц к Антону, там, я так понимаю, в апреле, многие там, наверное, поедут. Ну, как бы смысла особо я не вижу. Вот, то есть, где-нибудь к маю, наверное, что-нибудь опять сделаем. Вот, потому что это как Лаева, как собака Павлова. То есть, привычка, чтобы жажда была, необходимость, желание какое-то. Там уж в прошлый раз, когда, последний раз, когда мы собирались, там, многие с Минска, ну, в смысле, с Белоруссии были, ребят. Вот, в этот раз они вполне возможно и не приедут. Вот, в этот раз зато Денис приедет, так что будет о чем поговорить. У него можете спросить, то есть, любые вопросы какие там можно. Единственное, я говорю, не знаю вот насчет этих всяких презентаций. Ну, потому что не хочется, не хочется. Если делать действительно презентацию, это действительно работа. Это работа, ее надо как-то, как-то, ну, я не знаю, продукт, делать продукт качественный. Я к этому очень скептически отношусь, просто я не знаю точно. То есть, очень легко рассказать, как зарегистрировать на Амазоне, как там то-то, 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 такие технические действия. Это легко рассказать. А как вот выбрать товар, например, вот я сейчас сижу, как раз свою таблицу заполняю, и сегодня вот как раз увидел, что ту таблицу, которая заполнена, которую я полгода потратил, один чморик, е-мое, просто ее там, я не знаю, продает, раздает, я вообще в шоке просто. Вот, ну, как так, е-мое? Ну, вот люди такие вот, и что? Что тут скажешь? Вот, а обычная, обычная работа, работаем дальше, ничего страшного. Аня, есть что добавить еще? Да, я еще хотела добавить, у меня были такие вопросы, вот, например, кто-то спрашивает, я новичок, будет ли смысл мне присутствовать на встрече? Однозначно будет. Вот я не вижу вообще разницы. Я хотела сказать, что встреча свободного формата, в принципе, и обмен полезной информацией, опытом, все это будет. Да, из-за этого мы разбили на два дня, на самом деле, чтобы просто времени увеличить, количество времени общения. Потому что, реально, я говорю, за один день, неважно в каком формате мы присутствуем, просто выговориться даже не успеваешь, с каждым поговорить не успеваешь. Двух дней мало, но в любом случае достаточно. То есть, это получается, мы вечером сели, поработали, следующий день, целый день свободен, потом еще куда-то сходили, сориентировались, сколько народу захочет, пошли еще туда, там еще поговорить. Вот, и еще следующий день мы еще встречаемся с некоторыми, просто сели где-то там отдельно, пообщались. Люди разные, туда приходят такие же, как вы, новички. Вы можете там объединиться, кто-то боится, большие деньги вкладываются, скиньтесь вместе. Для этого вообще все это собирается, чтобы были вот эти клубы, там, клубы общения по интересам. Там же, это же вот те люди, которые вот интересны, с которыми интересно общаться. А так надо с чего-то начинать в любом случае. Онлайн, многие стесняются. Я думал, онлайн закроет все эти дыры, честно могу сказать. Я считал, что вот эти лайвы, это как раз та альтернатива, которая закроет вебинарные комнаты, закрытые, и закроет необходимость в оффлайн таких вот встречах. Но он не закрывает, к сожалению, возможность, общения мало. Вот, а монолог тоже тяжело его гнать. А вот когда мы оффлайн, вот тогда общение уже получше, повеселее идет. Вот, и не имеет значения, новичок вы или старичок. Потому что вы все равно там найдете себе там, так скажем, людей. У нас нет сейчас старичков настоящих. То есть я не знаю таких, чтобы там какие-то мега-зубры были, которые знали такое, что, чего мы не знаем. Все меняется тут раз, я не знаю, раз в месяц все меняется. Просто кто-то в теме, кто-то нет. Кто-то, например, уже приподнялся, у него там подчиненные и так далее. Они там миллионами ворочают. Это не значит, что он от этого умнее стал. Ну, он просто на другом уровне, он другие задачи решает. Мы с ним не общаемся. А так как мы все недалеко ушли, то есть у нас как раз вот она, дорожка. Мы там выбрал товар, произвел его, привез, запустил. Все, все дела. Ну вот, так что не вижу никаких проблем. То есть я это именно и собираю исключительно для общения. То есть знакомиться там, я не знаю, партнеров искать, учителей себе там найти, не знаю. Потому что на самом деле, я считаю, на Амазоне надо запускаться обязательно, чтобы кто-то за руку провел. Абсолютно можете найти кого угодно. Мы обучаем там, куча других ребят обучает. Единственное, я всегда за личное общение. Все остальное это шуляпы, е-мое. Все эти курсы, что бы там ни было, видосы, они могут быть только техническими. То есть как зарегистрироваться, на какую кнопку нажать. Но передать опыт через видосы невозможно. Ни опыт выбора товара, ни опыт запуска товара. Это все невозможно. Потому что ситуация меняется. Ну, предположим, курс идет 3 месяца. Видео пишется там, ну, даже в реальном времени. Но чаще всего оно пишется до того, как. Тут я, мой, за месяц уже все поменял. Меняется, меняется, меняется. Амазон меняется просто, как река. Течет просто там со всякими нюансами. Ален, ты здесь? Алена? Я здесь, да. Не расскажешь свой опыт. У тебя там опыт побольше. Вы там в Днепр собираетесь уже давно. Может, что, подскажешь нам? Ну, я тебе скажу, что мы, есть как бы два таких правила. Первое, это у нас есть всегда какая-то минимальная программа, где есть спикеры. Мы как бы тоже ничего не платим спикерам, но они не участвуют в том, чтобы скинуться на еду. То есть мы арендуем… Последнее время мы арендовали садовый центр за городом большой. Там просто очень красиво. Хотелось, чтобы амазонщики немного отвлеклись от города. И уже приезжали ребята из Киева, из Харькова, из Запорожья. Было прикольно. Потом это реально за городом большой торговый центр. Мы организовываем трансфер и брали пиво и мясо, и все. Ну, круто. Отлично. Очень легкие салаты. Больше ничего не брали. И как бы народ начинает пить пиво с момента, как спикеры говорят. То есть мы обсуждаем это, чтобы людям это не коробило, что у нас вот так вот. Люди согласны с этим. И получается, в такой достаточно теплой атмосфере все проходит. Второе, у нас правило есть, это нельзя записывать и делать стримы. То есть потому что тогда люди открываются, информации больше, и иногда узнаешь такую информацию, которую вообще больше нигде не узнаешь. Я, допустим, даже с момента еще первой встречи нашей, узнал о том, что он. Так, фейсбук выключи, фейсбук у тебя дублируется. Так, сейчас, подожди, он где-то сам включился. Понял, понял. Ну, классно. Я так, в принципе, и думал, потому что тематика должна быть. Но я говорю, мы просто на первой стадии, потому что я думал, например, я вообще туда приду, придем, сядем, ребятам спрошу, давайте, вот у нас есть темы, три, поприватывать, три основных направления. Выбор товара, Китай, запуск товара. Выбирайте, какую тему, и сегодня разберем. Потому что, ну, нельзя объять необъятное, потому что темы обширные. Блин, ну, невозможно-то объяснить в видосах. Вообще невозможно. Ну, я тебе скажу, что самое главное, это если есть алкоголь, не должно быть никаких стримов и никаких видеозаписей. А, ну, нет, нет, алкоголик нет. Я понял, он вообще ничего не записывал. Ну, я тебе просто, мы собираемся с пифом, поэтому, как бы, я вела такое правило. И я видела, когда, допустим, в исках люди пили, и очень многие стримы делали, и потом это повлекло за собой, там, неприятности для других людей. Ну, я понял, понял. Да, спасибо, это хорошее, это, действительно, замечание, потому что, ну, в прошлый раз мы тоже это делали, но я говорю, ну, там у нас просто бардак был, потому что рассчитывали на одно количество людей, получилось совсем другое количество людей, и я, там, из другого города прилетел, там, на скаку, и все, там, Аня из другой страны прилетел, то есть. Руслан из другой страны прилетел, то есть все такие на этих самых... на колесах, и мы залетели быстро, раз-раз-раз, пока там всех посадили, пока все подтянулись. Ну вот, ну я понял, класс Ну мы и говорим, вот я просто хочу с чего-то начать Потому что в России этого нет вообще Там ребята их Казань зовут, там это Да людей нет То есть вот сейчас на данный момент, я говорю, в прошлый раз мы там В минус двадцатку там Сработали Ну вот, в этот раз, грубо говоря, там вообще не знаю Ну кстати, я хотела добавить Хотела добавить, что в этот раз Будет вход по спискам Чтобы кто-то там, если кто хочет Привезти друга, подругу Сразу необходимо зарегистрировать Да, ну для порядка просто, да, согласен Чтобы как в прошлый раз Не получилось Сейчас мы подойдем к более Ну да, опыт Мы вот на первой встрече так обожглись Когда мы сняли небольшой очень кафе И потом В последний момент пришло людей В два с половиной раза больше, чем планировалось И мы реально, ну как бы всем вроде бы понравилось Потому что, ну, по итогу было весело Но реально не хватало места просто сидеть Потому что кафе очень маленькое И теперь вот мы делаем вот так вот по спискам Потому что нужно понимать, сколько, ну, сколько трансфера организовывать Сколько всего брать и так далее И все равно, и бывает, что в последний день Хотя в тех предприятиях, что при списке не возьмем В последний день уже люди приносят деньги Говорят, ну давайте, а что вы мне уже с этими деньгами сделать Ну согласен, да, такая же Но мы-то в любом случае даже об этом не мечтаем У нас количество людей вообще непредсказуемо просто То есть у нас 10 человек набралось Мы планируем на 20, приходит 60 Ну, по крайней мере, после его два раза мы организовали Было 50, там 60, примерно так Понимаешь, то есть планируешь на 20 человек Приходит 60 Естественно, людям это неудобно Ну а как, а что мы сделаем? Ну, пытаемся какой-то вот там, я не знаю, костяк собрать То есть мы вообще не понимаем То есть мы сейчас там это делаем Я не знаю там вообще для чего В другом городе там Даже не у себя То есть это все неудобно на самом деле Просто ну как-то эту тему надо двигать Мы как бы пытаемся Но тебя спасут предварительно Вот эта вот организация, она спасает Потому что ты понимаешь Сколько у тебя выйдет аренда Сколько чего куда И ты уже исходя из этого можешь Ну, то есть мы как бы считаем от обратного Мы поехали сначала, узнали Во что нам обойдется аренда Во что нам обойдется трансфер А потом уже примерно прикинули Сколько должно быть людей Поделили это на количество людей Объявили сумму, сколько будет Ну, по сколько нужно скидываться То есть мы учили там это пиво, мясо и так далее Ну, я понял, у нас просто непонятно людей У вас людей, наверное У вас сколько там людей приезжает У нас там, я не знаю, где люди Вообще в России Ну, у нас было около 60 человек На последний путь Вот, ну вот я говорю То есть у нас вот по людям То есть реально там Люди с Екатеринбурга прилетали Я знаю, в Москву, представляешь Ну, это вообще пипец То есть там в Москве 10 человек что То есть ну никому не интересно Все все знают Понимаешь, в Небропетровске Допустим, очень мало амазонщиков Вот то, что люди стали Потреблять сухих городов Где-то в Небропетровске там Порядка 30 человек Ну, расстояние может у вас поближе Ну, я не знаю Но у нас пока, видишь, тоже вообще То есть в Москве почему организован То есть чтобы хотя бы какая-то база была Ну вот, чтобы доехать туда было удобно Долететь удобно Вот, но кто его знает Ну, в этот раз я говорю В любом случае Кто бы ни был на первых двух То есть информация именно по продажам Поменялась абсолютно Если там типа все знаешь То в этом отношении абсолютно нет Во-вторых, я еще раз говорю Мне вообще главное общение Потому что я говорю Все форумы до одного Где я был и где я не был Все говорят самое главное Общение кулуарное Личное общение Я и хочу просто личное общение Я не хочу растягивать Там на 4-5 дней Там на 3 дня Там, я не знаю Вот Ну, нет возможности организовать все это Нет сил на это пока И нет партнеров таких Которые действительно за это бы взялись А мы, соответственно, там Информационную поддержку Там, я не знаю Там спикеров собрали Понимаешь, в чем списка Когда у тебя есть, допустим Минимальные топики Мы сначала думали тоже Просто вот собраться и все Но потом как бы Проанализировали Когда у тебя есть минимально Какие-то темы озвучены Ну, какими-то спикерами Да, то вот в этом кулуарном общении Рождается, что обсудить Ну, я запущу, я тебе говорю Это не проблема Просто я хотел подстроиться Именно под ту толпу народа Который там востребован Потому что я не знаю Кто придет вообще У меня вот сейчас, например, лайф Сейчас бы пришли бы сюда Там, я не знаю, 50 человек Они говорят Нам интересна вот такая вот тема Ну, давайте ее разберем Мне не надо готовиться, понимаешь? То есть мне просто Дайте тему Я ее, соответственно, задвину Вот и все Слушай, ну, у нас вот На последней встрече Был неожиданный Алло Был неожиданный Для нас это был Очень нестандартный формат Ну, всем было интересно И потом все включились в общение После встречи Ну, то есть Очень много было обсуждений Кто-то согласен Кто-то не согласен Но это, правда, было очень интересно Ну, вот Я тебе из-за этого говорю Что вот туда люди пришли И вылазят подснежники Непонятные люди вообще Я тебе об этом говорю Если бы я знал бы всех То да Я же не знаю всех То есть приходят ребята Реально Человек говорит Я там вот так Прости меня Я знаю многих Вот Не, ну, ты знаешь На Украине В России, понимаешь Нет, с Украины Никто не приезжает Понимаешь А мы не можем к вам приехать Нормально Если бы у нас там Я в Саратов сел Сейчас долетел до Киева Ну, хрен с ним До Москвы и до Киева То да Вот А у нас там Через одно место Надо все это сделать Не поймешь как Не поймешь куда Вот, понимаешь В этом есть сложность Да, есть в этом сложность Из-за этого В России Я многих знаю Но далеко не всех И опять же Люди Так же Ты правильно говоришь Они не раскрываются Не открываются И не говорят Вот И чтобы раскрепостить Надо, чтобы было доверие Но сразу оно не бывает То есть может быть Уважение Да, сразу Например Человек уважает Или не уважает Но доверие Чтобы ему там Раскрыться Рассказать там Я там То-то, то-то, то-то Я там Это Огромное количество людей И в России Также там Где-то учились Например Им сказали Не говори свой товар Никому не рассказывай Что у тебя прыгалка Мы так тебе ее выбирали долго Вот Понимаешь Там Или какой-нибудь там Я не знаю Диффузер там Или еще какая-нибудь херня Вот Которые просто реально Ну я не знаю Чтобы мне показать Такой товар Ну я дай бог Раз в месяц вижу Сколько через меня людей Проходит Один раз в месяц Вижу товар Который я еще не знаю Или я его знаю Просто пропустил Ну вот именно тот товар Который вот действительно Что-то такое Просто такого практически нет И вот Все одно и то же Банально Все Все торгуют Наверное В диапазоне Такого Я не знаю Там Несколько сотен товаров И все То есть Амазон там Они там могут быть Какую хотят статистику написать Но на самом деле Это одно и то же То есть Мы все болтаемся Во-первых У нас одни и те же критерии Во-вторых У нас одни и те же Инвестиции То есть Мы все болтаемся Там Я не знаю Товар в пределах Там 20 тысяч долларов Это я не знаю Наверное Процентов 80-90 Кто именно Конкретно СКЮ Вкладывает Там До 20 тысяч долларов И все Просто Один 500 везет Один 5 тысяч Везет Все вот В этом диапазоне Болтаются Даже мы Вот мы инвестируем Уже десятками тысяч долларов И все равно Я торгую товаром За доллар За два За три доллара За пять долларов Я не торгую товарами За 150 долларов В закупке Вот А те-то А вот например Люди Которые торгуют Аверсайзом Морем А и опять же Уча тоже Достаточно стандартно Все То есть я не беру На начальном этапе Все хотят постануть Не хотят там Рисковать Кто-то до 5 тысяч Хочет рискнуть Готов потерять Кто-то до 10 Кто-то до 20 тысяч Вот А я что говорю Ну зачем тебе море Это лишняя Одна поставка Зачем тебе габарит На товар Оверсайз Зачем тебе это Зачем тебе Надо моржу иметь Вот такую Надо вот так То есть И получается Примерно все Вот в этом диапазоне Мы еще Я еще ни с кем Ну мало людей Которые заходят За эти грани Ну интересно же Что там там Дальше Там тоже что-то есть Я например В дорогих товарах Куда не зайду Всегда наценка маленькая Вроде логично Была бы большую наценку Ну вот для меня лично Она там маленькая А долларовые товары Можно торговать Я применю У меня есть конкурент Одно время Ну я с тобой Не очень согласна Потому что Я не могу найти Нет Которые выходят За 300 долларов Там нормальная Я тебе говорю Я не могу найти То есть С чем я сталкиваюсь С чем я сталкиваюсь С какими товарами Я пока на данный момент Может быть это не дорогой товар А именно средний такой Вот там Нет такой Маржи например Как я за доллар купил За 20 продал То есть У меня такая маржа Я сам торгую Примерно Там Я видел Доллар 40 долларов торгует Но это исключение Из правил Торгую теми же самыми товарами Что и мы Грубо говоря Ну просто так Конъюнтура сложилась А вот товар Например Который там Я не знаю 50-150 долларов Я что-то там не вижу Маржи такой там Например Как я вложил 10 баксов И продаю по 200 Что-то я такого не вижу Ну вот Ну такой нет Но я просто знаю Ребята которые берут товар Там за 70 долларов Продают по 300 Ну это 7 по 30 долларов То есть Это маленькая маржа для меня То есть Если именно Рассматривать как приват На больших объемах То есть Я же сижу на одном товаре На большом объеме То есть Для навложенной деньги Это маленькая маржа Потому что Если 7 на 30 С 30 ты будешь платить Где-то 8 фи У тебя получается 22 22 минус 7 Получается 15 То есть Ты всего зарабатываешь 200 процентов У меня наверное В среднем В среднем 300 Я согласен Но там и риски То же самое Он на 20 продаж И так же может просесть А второй момент Еще раз говорю Вложены деньги Понимаешь Я считаю Когда у меня будет Финансовая Я буду Ну то есть Я не знаю Достаточно Большие деньги У меня здесь вложены Большие Вот Для многих Наверное Очень большие Но Я все равно Не могу себе позволить Такие товары Там вкладывать Например Я не знаю Ну Мы товары закупаем Короче Товары мы закупаем В пределах Сотни тысяч долларов Вот Товары закупаем А Здесь уже Совсем другие цифры Вообще другие Я смотрю Вот эту группу Где Выкупы просят То есть Там Ну то что Ты говоришь правильно Там от нее Те же товары В основной массе И Ну вот в этих Нишах Они очень Весококонкурентные А когда ты Влазишь уже В ниши Где товары Продаются Там в 300 долларов То там Гораздо меньше Конкуренция Гораздо дешевле Реклама Там есть Свои плюшки Нет Однозначно Нет Так это интересно Я бы хотел С человеком пообщаться Я хотел с человеком Пообщаться Кто Я за всю историю Вот сколько мне Вопросов дают Вот это вот С кучей специалистов У нас Мне очень нравится Когда у нас Все дипломами Своими Закрылись И говорят Я там Гугловский Этот самый Специалист Я Ну так иди Внешний трафик Я ни одного человека Не знаю Лично Кто Зарабатывает Деньги Исключительно Ну с внешнего трафика Даже пускай Он везде зарабатывает И с внешним Я слышал только О двух человек Которые зарабатывают Один на инстаграме Другой по моему Где то еще Я не знаю Все это я слышал Знакомый Знакомого Знакомого Что он так зарабатывает Я сейчас запускаю Через полгода Возможно будет Чем поделиться Да расскажешь Все до одного Все до одного Обосрались Все Насмотрелись там Я не знаю Этих маранов Как они там Бренды строят И так далее Как он царапку Положил на ночь И проснулся У него бюджет кончился И все продал Вот Это может и было Десять лет назад Вот Когда компьютером Еще пользуются Я десять лет назад Наверное Это Не знал как этот Как его звать Торренты скачивать Тогда да Конечно Вполне возможно Я не спорю Но сейчас Это уже не прокат Ну по крайней мере Кто не пытался У них не получилось А я в этом не специалист Я тебе скажу просто Минимальный бюджет Для того чтобы сделать Хотя бы Легкую узнаваемость товара Это минимальный бюджет Надо полмиллиона долларов Ну вот Это уже другая история А что полмиллиона долларов Нужен торговый марк Тогда патент нужен Потому что такие бабки Вкладываешь во что-то Серьезно Это долгосрочные инвестиции Мы на данный момент Находимся На стадии Да На стадии Наработки капитала То есть я нахожусь На стадии Вот я наработал капитал Меня блять Забанили аккаунт Меня сейчас в аккаунт Забанили на 600 тысяч долларов Вот я уже 3 недели Не могу его разбанить И меня забанили Меня просто взломал Ты мне может быть Вместе Я подумал Меня взломал Меня взломал конкурент Написал свою марку И я самая Торговую марку Вот И меня за торговую марку Привати за торговую марку Забанили А моя торговая марка Вот-вот придет Вот И ничего сделать не можем Просто мы коса на камень нашли Вот То есть Мы как бы тоже его там Подергали Хорошо Но в конечном итоге Пока на данный момент Он нас победил Получает Вот Я апелляции Я уже Синти Вон деньги отдали Ее-мое там Что хотят Пускай сделать Я не знаю Что делать уже Никто Все отказали Вот То есть Никто не смог Ничего сделать Вот И все То есть Как ты чувак Так технично Куда-то так жестко Пожаловался Что вот такая фигня И уже Безос отказал Вот А у меня сейчас там 30 тысяч Скайю висит Мне еще их вывозить надо Если вообще дадут вывезти Вообще никакого отношения Какой-то У меня там Пожаловался на один лисинг всего У меня там куча лисингов Два бестселлера Вот Вот и все Вот она работа на Амазоне Но это Это не значит Что я там У меня много аккаунтов Там Другие проблемы есть Там работаем Но я просто говорю Тут деньги серьезные И зарабатывать можно серьезно Когда меня спрашивают А что мне надо сделать Чтобы тысячу Зарабатывать в месяц Что я пишу в день Сколько Или в месяц Просто я не знаю Можно в день потерять десятку И двадцатку на следующий заработать Я тебе скажу Последнее время Я сталкивалась С такими кейсами Когда бан на Амазоне Это просто счастье Потому что я уже Столкнулась с четырьмя судебными исками Ну не я лично А я людям помогала И там все гораздо серьезнее Чем просто бан на Амазоне Поэтому это не самое плохое Да И эти моменты тоже Говорю Ну вот я говорю Моменты в море А иски с чем связаны? С здоровьем? Или с чем? Ну два из них С нарушением По торговой марке Так Вот И там не Просто То есть люди не просто там Типа в Амазон пожаловались А там отработанная схема Мы пробили юриста С той стороны Двадцать лет стажа По таким делам То есть просто сразу в суд Ну понятно Я говорю Вот она обычно Из-за этого говорю Здесь все по-серьезному И вот я не знаю Там у как у кого Там где там На каких сайтах Что там рассказывают Про лакомый Амазон На Амазоне выживает Только профессионалы То есть Можно стать профессионалом? Можно Можно сюда прийти И так далее Можно Вот И на самом деле Даже вот у меня Забайн Это все заработанное На самом деле То есть это один аккаунт Который мы раскачали Он это чисто заработанный денег Мы уже оттуда И выдернули хорошо И еще осталось То есть это Это серьезный Очень серьезный день Но проблема В другом Проблема Исключительно заключается В том Что там выжил Ток профессионал И с каждым днем Цена входа Сложнее Дороже Вот и все Из-за этого Вот я говорю Вот на эти все встречи Мы для этого туда И собираем Не для того Чтобы блин Какие-то копейки Заработать Это смешно просто вообще А для того Чтобы Я не знаю Команды Легче работать То есть Вот я говорю Вот у меня У меня Все мои партнеры Это или ученики Или с кем я здесь Подружился в интернете Все Ну вот Потому что Ё-моё Это единомышленники С ними работать интересно И на личных встречах Также то же самое Также знакомимся Также общаемся Я тебе тоже В твою поддержку Сейчас здесь добавлю То есть Я достаточно долгий период Беремени работала сама Сейчас у меня нет Уже практически Проектов Которые бы я вела сама Я везде запартнерилась С людьми И в некоторых проектах Не с одним человеком Всех Этих людей По итогу я нашла С фейсбука Ну то есть Это люди Амазонщики с групп И Получается Вот такая Кан Это гораздо продуктивнее Легче Ну Эмоционально Морально Финансово Легче Во всех аспектах Легче Вот то что ты сейчас говоришь Есть просто ситуация такая Два подхода по жизни Первый подход по жизни Все твои партнеры Они партнеры А есть все твои партнеры Они твои подчиненные И наемные работники Вот Так как Есть То есть Вот два для меня лично Я всегда Вот именно первым путем иду Мне как-то второй Меня коробит И у меня как-то Что-то как-то Не срабатывает Я очень Так скажем Как это называется Мотивационный человек То есть Я Самое Не знаю Там Мне мотивация нужна Более важно Чем например Ну то есть Долгосрочная Мне перспектива Интереснее Чем короткосрочная Вот И с людьми Которые на краткосроке Я не срабатываюсь Мне просто тяжело Я их не могу понять У меня У меня допустим Партнеры А у нас уже есть Наемные рабочие Но эти наемные рабочие Они не досматривают Своих партнеров Это просто Нет Уметь надо Уметь надо Ну и опять же Еще говорю Приват У меня тоже есть Наемные работники Которые Ну Кто зарплату получает Например То есть Есть некоторые нюансы Которые например Там Вот у меня человек Который занимается Переговором с Китаем Ну она В любом случае Как она может быть Моим партнером То есть Ей там Она занимается Техническими делами Вот Но все остальные партнеры Где бы ни было Я стараюсь Именно Займотивировать Максимально Как только возможно Насколько я считаю Вот Возможно Там Бывает получается Естественно Бывает не получается И с партнерами Не всегда получается Потому что С партнерами Хорошо когда Когда все хорошо Партнер проверяется Тогда Когда все плохо На самом деле Вот тогда Настоящий партнер Тогда вылазит Настоящий Вот это партнерство Если на то пошло Потому что этим занимаюсь, всякими этими делами, вот проверка всегда и партнерство именно заключается в том, что взаимоуступка, взаимопомощь, вот в чем, а не деление прибыли. Мне, наверное, очень повезло, у меня все классные. Ну, супер, Юма. Вот, в принципе, если есть вопросы, ребята, что там, 45 минут, думаю, об этом больше там разговаривать смысла никакого нет. Есть какие-то вопросы, вопросы Кани, пост закрепленный у нас там в группе, всех ждем, приходите, в любом случае темы, 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 темы все-таки я вижу три. Какую-нибудь одну обсудим. Денис, может быть, там обсудит какую-то другую тему. Вот, как это рассказать, я не знаю, потому что я не знаю, у них там проектор или еще что-то есть там. То есть, в любом случае, думаю, на пальцах расскажем много чего интересного. В любом случае, будет о чем поговорить, это 100%. В принципе, так. Так, что там, с вопросами есть? Вопросов нет? Вопросов нет, вопросов нет. Ну, все тогда. Ань, что-то еще добавить есть? Что-нибудь забыли, Мамор? Да нет, в принципе, все, все-то озвучил. Ну вот, ну да, по крайней мере, я пытался донести вот этот вот подход, это именно личного общения, личное, личное, личное общение. Самое ценное. Сбор по Москве, по приват-лейблу, но если на то пошло, я не вижу проблем в дропшиперах, там, в онлайн-арбитраже, просто я ничего не расскажу по этому поводу. Если будут, напишите мне там, будет пожелание, можно ребят найти по этой тематике просто. Ну, я занимаюсь вот исключительно приватом. На самом деле, давай я оставлю здесь свои пять копеек по поводу вот арбитражников. Если есть там арбитражники, кто слушает, кто в Москве, я очень рекомендую ездить на встречи ПЛ-щиков, потому что очень много полезной информации, иногда такие пазлы складываются в общении ПЛ-щик-арбитражник, что открытие происходит и для одной стороны, и для другой стороны. Я очень много информации подчеркнула от ПЛ-щиков, и очень много вещей, прорыв у меня большой там, благодаря ПЛ-щикам, потому что есть вещи, которые я делала по-другому, потом посмотрела у них, они мне рассказали, как правильнее делать, стала делать по-другому, и у меня выросли обороты. И это очень быстро произошло. Этот товарищ посмотрел мою таблицу, видишь, как я ее хорошо использовал. Удобно. Да, ну это вообще, конечно, печаль. Ну вот, так что, ё-моё. Я просто, когда увидела, я вспомнила, что ты когда-то о ней рассказывала, я почему-то сразу подумала, что это твоя. Вот, и получается так, что дураков больше нет, столько работы делается, вот это самое. Из-за этого я говорю, это же вот я, я на нее просто убил, когда я только начинал, когда у меня ничего не получалось, я сидел, я три месяца убил на это, потом еще три месяца. То есть, в принципе, лично я на нее потратил минимум полгода, просто вот каждый день сидел полгода. Собирал, чистил, мне не нравилось, я менял. Там вроде все фигня, но на самом деле, ну вот там курсы есть, там люди 50, ну ты сама училась, 50 товаров, ты сколько искала? Месяц, наверное, да, примерно? Ну да. Когда ты новичок был. Вот я новичком был, я, соответственно, искал тысячу товаров. Представляешь, сколько я времени на это потратил? Вот. Это систематизировать надо, продумать. Я не знал, мне негде было информации. Я просто сидел и ковырял. То есть, я просто вручную вот сидел и долбился подряд. Сейчас вот я сегодня там весь день долбил. Вот. Просто когда есть свободное время, это очень полезно. Это развивает мозг, это развивает кругозор. Это много чего. Из-за этого я прошу своих учеников и даю им доступ без ограничений, которые сто лет назад там этим занимались. Просто вот у нас они как бы вообще не доступ. Чтобы они этим занимались, это развитие, потому что там статистика именно не товаров, а подгрупп, ключевых запросов. И бывает ситуация такая, что месяц назад мертвяк, а сейчас что-то поменялось, новая модель вышла. Я не знаю, там по телевизору показали, мультик новый пошел. Вот. Просто подходы поиска совсем другие. Если раньше у меня поиск был подход в среднем 50, первые 3 там 100, там я не знаю, середка по 40, а низ там по 10, то сейчас я смотрю ниши, где там я не знаю, спереди у одного 300 продаж в день, у другого 100, а у всех остальных 0. Ну или там не 0, там 5 продаж. Я раньше всем бы сказал год назад, не лезьте туда. Мы наверх не залезем никогда. А сейчас смотрю, кто там сверху. Если он не бренд, если он, у него нет какой-то там, я не знаю, сайта там, ну все это можно проверить. Если он из себя представляет такого же продавца, как и я, да и я с удовольствием туда пойду. Как раз туда и пойду. То есть все меняется. Это вот меняется. Подходы, они меняются с опытом. Из-за этого онлайн арбитраж. Дропшит. Я не знаю там. В любом случае, идея у нас одна. Зарабатывать онлайн в интернете. Вот. И каждый рассказывает свое. Из дропшипа, почему в приват приходит. Они цепляют, как я понимаю, какие-то крутые товары, находят аналоги. Они там не брендированы. Не все же там подделками торгуют. Наверное, я думаю. Вот. И соответственно запускают эти товары. Но знания от дропа, они совершенно другие, что от привата. То есть технически надо уметь все равно. Ну товар-то, люди уже знают информацию там. Можно объединяться. Так что я считаю, наверное, однозначно это полезно. Вот. Однозначно полезно. Я не вижу никаких проблем. У нас здесь не форум, который там ты специально куда-то там едешь, там столько времени тратишь. Пришел, тусанулся, послушал, не понравилось там, люди не понравились, развернулся, ушел. Но я это так вижу. Вот. У меня ни разу такого отвращения не было. То есть очень интересно, нормально. И не надо стесняться задавать глупый вопрос. Потому что из глупого вопроса часто вылазит интересный ответ. Так. Самый глупый вопрос это незаданный. Да. То есть продвинуть лидера с первой страницы вполне реально. Зачем взять ниши, наверное. Я не знаю. Встреча в Москве будет. У нас закрепленный пост в группе, еще раз повторяю. 23-го, 23-го, 24-го будет. Формат написан. Каня, обращайтесь. Что еще? По поводу того, что товары, еще говорю. Если было бы хотя бы одно реально универсальное решение, мы бы здесь не сидели. Во-первых, Amazon это изменяющаяся система. Во-вторых, помимо Амазона, еще внешний. То есть внутренний и внешний воздействие происходит. Изменяются линейки, изменяются товары, изменяется конкуренция. Я не знаю. Все меняется. Вот. И силен тот, кто в форме, кто этим постоянно занимается. Вот я реально, у меня три месяца товара, я кнопки забыл какие нажимать. И не надо спрашивать, у этого торгует, он не торгует. Там то, то, то. Да, если узнает лидер, то можно все. Действительно. Вот. Да какая разница, лидер не лидер. Наша же задача просто денег зарабатывать. Вот я сейчас на данный момент нахлебался. Вот. Я что-то думаю, хочется как-то стабилизироваться. И ладно. Я всегда ломлюсь просто бестселлер, чтобы там топ-1, топ-1, топ-1 по главным ключам. Может быть, вот уже задумываешься, может быть, не надо так, может быть, где-то поскромнее быть. То есть, разный смотришь варианты. И вроде подстраховываешься, вроде куча аккаунтов, вроде разного. Не успеваешь. Вот. Очень много таких моментов. Вот. Ну, в любом случае, приходите, пообщаемся. Никаких проблем не вижу. Ребята везде общаются. Украина общается. Вообще завидуем. Ну, и футбол играют, и шлыки жарят, и в лес выезжаете. У нас такого нет. Вот. Но в любом случае хоть что-то мы же можем сделать все равно. Хотя бы в центре масла и встретимся. Без шашлыков. Так, что там с вопросами? Глухо. Что, минуту ждем? И тогда хватит. Все, в принципе, ясно, понятно. Так, Денис, смотрю каждый день твой канал на YouTube. Много инфо полезное. Спасибо. Ну, стараемся, чем можем. Но имейте в виду, я вот по поводу этого дисклеймера, так скажем, в начале надо было сказать. Первое. Всю информацию, которую мы рассказываем в лайвах, они действительно на момент лайва. Все меняется. Все течет, все изменяется. И второй момент. Любые, любые, еще раз говорю, даже, я не знаю, полусерые или нам кажется, что это практически честные способы отъема денег у населения, у американских покупателей. Там всякие манипуляции, любые абсолютно. Ну, понятно, написание листинга – это белая манипуляция. Фотография – это белая. Потому что на Амазоне мы что решаем? Трафик и конверсия. Соответственно, это белая манипуляция. Но все остальные серые манипуляции – это органические выкупы. Verify, не Verify. Там, я не знаю, склейки. Там, что мы там делаем? Ну, мы много чего делаем. Вот. Это все на страх и лист именно продавца. Если вы заказываете, вы приходите заказывать услугу, имейте в виду, что в любом случае вы рискуете аккаунт и берите ответственность на себя. Те люди, которые выполняют услуги, они, естественно, стараются вам сделать качественно. Но они не контролируют Амазон. Мы не работаем на Амазоне. Мы ничего сделать не можем. И потому что правила сегодня одни, а через месяц могут они измениться задним числом. На Амазоне у меня, когда нам разрешали делать не Verify, а когда делать выкупы через купоны, и писали в отзывах там, этот отзыв сделан там, нам дали товар бесплатный, там, типа, мы пишем отзыв. Вот. Меня просто взяли все эти там, сколько там, 200 или 300 отзывов. Просто взяли и удалили. Через полгода, просто там, они в, это отменили, по-моему, 3 октября. Вот. А в январе или феврале у меня их все удалили. То есть Амазон, они делают, что хотят. Запомните одно. Правил на Амазоне нет. Главное правило Амазона, правил не существует. Вот. И все остальное они делают, как они хотят. Вот и все. Из-за этого даже логические умозаключения не работают. Плюс менталитет другой, и плюс еще вот эти вот всякие механические проблемы другие. Которые они. Потом беру, вытягиваю нормативы из правил Азона. Ну, то есть сначала вверху своего кейса даю обоснование правовое, почему я права. А потом задаю вопрос. И решается очень быстро. Ну, то есть одним письмом все решается. Ну, круто, что тут можно сказать. Как всегда, Ема. Сейчас в сентябре не было, можно это сам, деньги не заплатили, можно было это сам и с тобой поэкспериментировать. Но я думаю, таких возможностей будет миллион. Вот. Я просто... Это же на самом деле любой может делать. Я просто делюсь. Да, да, нет. Это хорошо. Можете пробовать. Это же не сложно. Ну, как бы... Это нужно просто вечер прибить, посидеть, поковыряться в законах, в нормативах, в правилах. Все это составить. Ну, просто вот так вот это решается достаточно быстро. Потому что они же, как бы, не понимают, там, допустим, ни в патентах, ни в чем. И ты подтягиваешь сначала все правила, как бы, на что им опираться в своем решении. Ну, вот я и за это говорю. Вот как раз... Ты сам подводишь к тому, что ты прав. Вот эти все вещи, как раз эти все вещи, даже для продвинутых продавцов кто-то пользуется. Вот я, например, сейчас... У меня на некоторых аккаунтах есть автореспондер, на некоторых нет. То есть, статистика не в пользу автореспондера. Денис Владимирович мне рассказывал, у него все было раньше хорошо, у Рубика все хорошо. Потом, бах, не работает. Я думаю, ну, все, значит, накрылся, привет. Сейчас мне Денис говорит, все хорошо. Рубик говорит, все хорошо. То есть, надо разбираться. У меня вот я сейчас зашел на аккаунт, мне там заливают, у меня огромное количество отзывов, фидбэков на продавца. Я не знаю, что они льют и льют. Льют все отзывы мне идут на товар, но они идут на фидбэки. Причем в нормальном количестве. То есть, в нормальном соотношении, как и должно быть где-то, сейчас у меня 77% положительных отзывов. Так быстро не могу посчитать, сколько это, 4,3 звезды, 4,2. Но это логично, в принципе. И при условии, что фидбэки, их легко удалять. То есть, у меня там практически до 100%. Вот. Но вот эти все моменты, это вообще не только можно узнать. У кого-то они классные, у кого-то не классно работают. Кто-то это сделал, кто-то это. Все сделать нам нельзя. Из-за этого надо общаться. Вот. Вот опять сейчас мы live. Опять мы сейчас вот эти вот вопросы. По скандалам особо рассказывать нечего. Там ситуация была. По купонам выкупил. Я не помню, кто мне, пожалуйста, мой ученик или там. Я не помню, короче. Конечно, в итоге я ему написал, он извинился, вернул себе деньги. Вопросы больше нет. Вопросы, я считаю, так. Если вопросы исчерпаны, исчерпаны. Сейчас меня просто взбесило, то, что просто в цвет так получилось. Вот. Вот эти все моменты я склоки не люблю. Они бессмысленные. Все останутся при своем мнении. Вот. Как вот мне сегодня как раз там с Игорем такая же ситуация была. Ну, не срослось по обучению. Ну, не срослось. Ну, что? Там, я не знаю. Не получилось. Я считаю, если такая ситуация, когда ты не выполнил работу, что-то не усвоил. Репутация важнее. Надо просто отдать, постараться деньги или как-то это решить. То есть, я не знаю, какие другие услуги сделать. Или верну деньги. Мы стараемся возвращать деньги. Все бывает. Мы тоже не идеальны абсолютно. Вот. Из-за этого я не являюсь богом и я не собираюсь кого-то рассуживать здесь. Кто прав, кто не прав. Я просто вечно так. Я спрашиваю, денежку вам вернули? Вернули. А зачем тогда заниматься вот этим балаган разводителем? Плохо, неплохо. Если бы было бы все так плохо, как мы знаем других людей, не будем их упоминать опять же, про которых тут писали столько говна, что слов нет. Ну, там все понятно. А здесь, ну, одному понравилось, здесь другому не понравилось. Ну, кому что нравится? На вкус и цвет. Я считаю, тем более, если деньги вернули. Зачем вообще-то человека грязь выливать? Ну, вот. Ну, мне кажется так. Я, может, не прав, конечно, но другого варианта не вижу. А так, действительно, надо обосновать и доказать, что человек плохо, там, хорошо что-то делал. Но если, если просто даже вот что-то не срослось, деньги были вернули, значит, вообще претензий не может быть. Вот и все. Мне кажется так. Я не понимаю просто другого, зачем время на это тратить. И я, в принципе, и помогаю. Там, по-моему, пока они не разобрались с возвратом денег. Нет, она мне встала, вернули деньги. Она мне... Да, мне просто написала, что не вернули. Не вернула еще. Ух ты моя. Ну, ладно, не буду сейчас открывать. Не, мне... Я написал ей, денежки вернули, она сказала, вернули. И за это я ей написала. Я говорю, в смысле? Ну, то, что я там не рисковала, пока он мне деньги не вернул. Я говорю, ну, я что-то вообще-то... Мне все здесь пишут, чтобы им вернули деньги. Потому что никому огласка, в принципе, нужна. Если человек адекватный, нормальный, понимает, и он действительно чувствует там вину какую-то за собой, да и даже не важно. Просто зачем она, репутация важнее, мне кажется. Вот, тем более, я еще раз говорю, я... Здесь группа абсолютно свободная для всех. Кто хочет, может писать. Вот, просто я за то, чтобы решить проблему. Тут и Мазепин решал проблему. И этот самый... Бизон Амазон, я там что-то возмещал. Там, не знаю, бизнес на Амазоне. Да-да, нет-нет. Ноблис, я не помню просто. Но в любом случае все проходили. И Sales Hub тут проходил. Но в любом случае все как бы обосновывали свои там эти моменты. И никаких проблем я не вижу в этом. Площадка должна быть свободной. То, что мы баним, бывает... Я скандалы баню. И нас, бывает, тут поносят ее, и в других группах также. Ну, всем не угодишь. Я не собираюсь всем угождать. Пытаешься найти какую-то золотую середину. Вот, ну реально пытаюсь. Вот, пытаемся монетизировать группу. Пытаемся. Мы ее и создавали, чтобы зарабатывать денег. Здесь я не хочу юлить, там, что-то придумывать. Ну, должен быть какой-то баланс, должен быть. А для того, чтобы, опять же, опять же, что-то зарабатывать, надо делать какой-то контент, надо делать трафик, опять же, чтобы было всем выгодно. То есть, все должно окупаться. Ну, я не знаю. У меня такой простой достаточно подход. Я не маленький, это самое, чтобы там скрывать что-то или стесняться. Вот, в принципе, по купонам я объяснил. Также проблема была исчерпана, никаких претензий нет. Но косяк был. Вот, а сейчас вот как раз мне пришлось уже поднять эту фигню, чтобы просто разговоров не было и там, что да как, и не хочу больше об этом говорить даже. Так, было очень приятно. Надеюсь, и вам информацию, какую мог, донес. Вот, и кому, кто не знает, где Аню найти, не знает, где закрепленный пост, кто в YouTube видит этот видео, пишите мне на Skype, SDN64. Ну, и все. Я переправлю, отправлю. Есть кому что сказать напоследок? Хорошей ночи. Давай, пока. Все, всем пока, удачи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok